А это Шерстобитов, который незаконное постановление о проникновении мою квартиру вынес. Тут интересуется дело, ну смотри. Чертик какой. По поводу жалоб моих председателей сюда рассматривал, вот, и виза стоит. Не дает ход делу, вообще никак. Паспорт давай себе. А что вы голос повышаете? Без оборота на меня. Вы с паспортом общаетесь? Честные жалобы даже стоял без движения. Опять невидимые чернила, невидимая печать, невидимая бумажка. ДСВЖР рулит с ургутским городским судом. Вас совесть не мучает? У вас порядки каждый раз что-то разные. Впервые ДСВЖР ознакомился с материалами дела и частную жалобу мою завернули обратно. Короче, черти че творится, вот реально черти че. А, то есть он здесь даже еще пошел налживать? О, да здесь вообще, Бургутский-то вообще. Так не судья выносит, а суд выносит решение в лице судье. Людям надо рассказывать об этом. Имитация судебной деятельности. Соловливые ручонки. Тебе не место в судебной власти. Твое место на помойке, а не здесь. Умник нашелся. Да он не ослеп, он продолжает гадить. Люди должны знать. Обманят, еще будут улыбаться при этом и деньги получать. Всем надеть на морденье и радоваться. Подушку на него. Страна у нас такая чудесная. Кого привлекать к ответственности за халатность? Ну поют они в унисон, все одно и то же. Быстрее дошлить до пенсии. Ни во что не вникать. Мы отсидимся, но оно само собой как-нибудь образуется. Без нашего участия. А собственников-то никаких нет. То есть речь-то, речь-то идет о преступлении. А он на меня эту обязанность перекладывает. Короче, он все больше и больше палок в колеса вставляет. Гадить, нести ответственность. И уклоняться от этой ответственности. Система-то государственной, муниципальной власти, она построена на лжи. Не жалобы в ККС написать. Надо благодарственные письма писать. Враг против интересов личности, общества и государства. Разрушением государства. Разрушением его основ. Вот чем они занимаются.